Изначально боговость, как угодно назовите, истинная природа бытия, она неделима, она не имеет противовесов, она не имеет противоположностей и, соответственно, она не имеет борьбы. То есть это природа одинности, одинности сознания, и это сущностная составляющая человека. Но когда человек попадает в данную реальность, которая является сном, наверняка вы уже это слышали, читали, видели в роликах, которые публикуются, что человек, благодаря информационному вирусу, он обрастает таким мнением, согласием внутренним, тем, что есть вот это деление «я и бог», «я и другие», «мужчина», «женщина», «оцедитель». Я не говорю, что в матричной жизни этого нет. Есть, безусловно. Но здесь, понимаете, есть такой очень важный принцип. Вы сначала действительно должны немного ощутить, где вы находитесь. Вы чувствуете, что ведь по большому счету только есть вы сами у себя. Где ваше дыхание, где ваш голос, где ваше присутствие. Да, вы видите других людей, вы не можете зайти в их тело, вы не можете вместо них подышать, они не могут вместо вас. То есть, по большому счету, как складывается жизнь. Вы центр реальности, и вокруг вас что-то происходит. И это и есть, в принципе, показатель того, что вы ось, вы сила, все остальное отражение. Самый главный момент, который вы должны сейчас учитывать, данная реальность – это принцип резонанса. То есть, все резонирует, все имеет отражательный эффект. И все, что вы имеете, не случайно. Не потому, что я хочу вас как-то обидеть, разочаровать, или наоборот. Скорее, воодушевительно. Скорее, наоборот, придать энергии и силы в том, что ключ всегда в себе самом, сила всегда в себе самом. Все, что вы видите вокруг, к сожалению, отражение. Или, к счастью, тоже отражение. Давайте я вам приведу такой пример с морем. Когда вы заходите в море, море не ставит своей целью вас убить. Оно не гоняется за вами ни с топором, ни с ружьем, ни с ножом. Что вы делаете? Вы должны чувствовать, что такое вода. Вы должны уметь держаться на плаву. Вы должны быть скоординированы. Вы должны уметь балансировать в воде. И тогда и получается, что вы знаете, как в этой среде себя вести. По большому счету, такой алгоритм применимый к данной реальности. Вы должны уметь балансировать. Вы должны чувствовать, что такое эта среда. То есть, где-то даже, по большому счету, ментал похож на воду. То есть, есть, конечно, большая разница, ходить по воде или нырять. Я не буду сильно сейчас вдаваться в тематику того, о чем все посты. Мы сейчас пойдем вот к чему. Что разделение на мужчину и женщину, да, в реальности имеет место быть. Но, по сути, всегда есть только одно. И когда женщина, например, то женщина воспроизводит мужской аспект вовне. То есть, тот мужчина, с которым вы взаимодействуете. Это ваше представление, ваше ощущение. Это ваше чувствование вот этого мужского аспекта. И он таким образом приобретает вот такой образ. Я сейчас сразу мне вот напомнился фильм «Солярис», да. Помните, когда этот Крис, у него умирает жена, она там кончает же самоубийством. И вот на этом корабле, на Солярисе, они там встречаются, да. Он встречается с ее проекцией, встречается с этим фантомом. И она говорит, ты видишь меня такой грустный и удрученный, именно потому я такая, что ты меня такой помнишь. То есть, это где-то есть подсказка. Я не говорю, что фильм какой-то обязательно стопроцентный ответ, и надо прямо на него ориентироваться. Я просто привела это как пример, чтобы было более ощутимо.